Пошел, братан. Начало репетиции. Режиссер дает команду и на сцене начинается действие. А это? Что такое? О, это еще один муниципальный служащий. Груто вошла во вкус. Двойное убийство? Да вы хоть представляете, сколько нам дадут? Не беспокойся, Анна Андреевна очень даже жива. Анна просто спит. Немного не по своей воле, но всего лишь спит. Спектакль «Семейный отдых» – это вторая большая работа театральной студии «Слон» после громкой и полюбившейся многим зрителям постановки «Странная миссис Сэвидж», состоявшейся в прошлом году. Мы ставим в этом году комедию положения, которая называется «Семейный отдых». По названию мало что понятно, что там будет происходить. Ну, основа – это комедия, курьезные ситуации и их, соответственно, разрешение. Это вот основа нашего спектакля. Репетиции длились полгода. И по сравнению с первым спектаклем, работа над «Семейным отдыхом» протекала легче, но без непредвиденных ситуаций все же не обошлась. Легче работалось с актерами, потому что актеры уже бывали на сцене, то есть они уже понимают, что, как, как нужно играть, как нужно играть конкретно на зрителя, не для себя лично. Но также были и сложности, потому что в последние несколько месяцев у нас ушло несколько актеров. Ну, так случилось, что переехали люди в другой город, не имеют возможности приезжать. И пошла замена на молодых актеров, которые пришли совершенно недавно. С ними была, конечно, работа посложнее, нежели с основным составом, который уже был у меня. Сюжет постановки держится в секрете. Как бы мы ни старались, режиссер сохраняет интригу. Однако кое-какими моментами все-таки поделилась. Племянник приезжает в гости к своим тетушкам, горячо любимым, и случайно обнаруживает, что они совершенно случайно убили муниципального работника. И на этом завязан весь сюжет. Комедия о положении – древнейший из всех театральных жанров. Основаны на том, что герои по стечению обстоятельств попадают в курьезные и подчас нелепые ситуации, из которых должны найти выход. В западной драматургии основоположниками комедии и положений по праву считаются «Мольер» и «Бернард Шоу». В России фанвизин Гоголя Чехов. Здравствуй, Грета! Софья Николаевна! Каким ветром! Роман Бурлуцкий играет племянника Ральфа. Признается, работать над этим образом было интересно и сложно одновременно, так как это первая большая роль в его жизни. В целом, для зрителя эта роль, пожалуй, интересна тем, что… Ну, именно персонаж интересен тем, что человек с такими уже взрослыми, зрелыми мыслями и взглядами на собственную жизнь вдруг ломается под воздействием обстоятельств. Ну, вот посмотрим, я оцениваю роли для себя как… Ну, уже постфактум. То есть нужно отыграть и потом уже в полной мере понять, что это для меня. И вот я не знаю. Но я чувствую, что что-то он, этот Ральф, для меня оставит. Но что? Это секрет даже для меня сейчас. С определенными сложностями столкнулся и актер Владислав Крыштопа, играющий роль майора Кувыкина. Это роль не моего плана, когда я всегда играл каких-то злодеев, а тут наоборот, другая сторона медали. Борец с преступностью, ярый, отчаянный, очень уверенный в себе участковый Кувыкин. Роль тетушки Розалии Карловны – ведущая и одна из самых объемных в спектакле. Однако актриса Марина Шматова признается, образ дался ей легко и с удовольствием. Неудивительно, игра на сцене для нее – прекрасная возможность отдохнуть от повседневной работы инженера-программиста. Мне нравится, что в этом спектакле проводится линия отношений жизненных между родственниками и разными другими ситуациями, которые встречаются в нашей обыденной жизни. Насколько легко герои спектакля «Семейный отдых» смогут выпутаться из курьезной, почти детективной истории, зрители узнают уже во вторник вечером 29 октября. Герман Токарев, Азов.Инфо